УВД-Инфо блистательный правозащитный проект и когда речь идет о защите политических активистов мы обычно встречаем адвоката Михаила Бирюкова Михаил, здравствуйте! Добрый вечер, Ольга! Вы звезда УВД-Инфо и всех политических процессов последних лет Московское дело, дело Юлии Галямины, дело Котова, вы были одним из адвокатов Так что же, у нас в стране начались политические процессы, а раньше не было или все-таки происходит политизация обычных процессов? Что вообще происходит? Продолжается история, она не прерывалась, политические процессы в России, в Советском Союзе, в Российской Федерации были, есть и, к сожалению, приходится ожидать, что они и будут Есть политические статьи, есть уголовные дела, которые возбуждаются в отношении граждан по политическим мотивам, по признакам состава уголовного преступления, но преследование идет по политическим мотивам Есть отдельный состав, как статья 212.1, которая является чисто политической статьей Свободу политической женщины! Свободу! Свободу! СТОНИЧЕ Tre absurde! А на что живут политические адвокаты? ОВД-Инфо оплачивает работу адвокатов по политическим процессам, но мы прежде всего адвокаты, и мы живем не едиными политическими процессами. Мы зарабатываем себе на жизнь так же, как зарабатывают все адвокаты. Нельзя говорить о том, что есть исключительно политические адвокаты, которые участвуют в политических процессах, политическими процессами не прожить. Это работа по призванию души скорее. А клиенты не боятся приходить к адвокату политическому? Нет, по политическим мотивам никто не отказывался. Наоборот, те клиенты, которых я защищал по 159-й статье, скажем, отзываются обо мне не только очень тепло лично, но и советуют обращаться ко мне, потому что, опять-таки, мы не рассматриваем дело изначально как политическое, за исключением статьи 212.1. Это обычные уголовные дела, которым государство придает политическую окраску. И мы подходим к ним как к уголовным делам, но отличие вот этих политизированных уголовных дел от обычных уголовных дел примерно такое же, как, скажем, ну вот хорошая цитата из Станиславского. Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее. Так вот, политические процессы нужно вести так же, как обычные уголовные процессы, только гораздо лучше, более аргументированно, с большим прицелом на будущее, с большим прицелом на Верховный суд, на Конституционный суд, на Европейский суд по правам человека. Поэтому в этом плане политические процессы сложнее, чем обычные уголовные. Никогда невозможно предугадать в политических процессах, сколько получит тот или иной фигурант. Почему Котов получил 4 года, в итоге полтора, благодаря защите, общественной поддержке, адвокатам, Юлия Галямина, муниципальный депутат, у которой в конце прошлого года завершился процесс в общем оправданием, потому что два года условно, по нашим меркам, это оправдание. Меня многие спрашивают, в общем-то, за что меня судят. И я хочу сказать, что меня судят за мою мечту, за мою мечту о лучшей России, которой люди бы жили безопасно, люди жили бы в достатке, люди бы не боялись за будущее своих детей. Я видела, что и Юля, как мне кажется, была готова к реальному сроку. То есть она бы не удивилась. И никто бы из нас не удивился. Почему так? Почему по одной статье кому-то дают эти верхние 4 года, а Юля, слава богу, два года условно. Как это вообще? Вы как-то предугадываете? Или это все пальцем в небо? От чего это зависит? Статья 212.1 вообще очень интересна по своей конструкции. Ее не должно быть, она не должна применяться в том виде, в котором была. Дело Котова уникально по-своему тем, что оно было исключительно грубо слеплено и очень халтурное судебное следствие было по делу. В деле Галямины те же самые ошибки допустило следствие. Но оно подошло значительно более тщательно, чем в делу Котова. Расследовалось дольше, исследовался целый круг обстоятельств, которые не исследовался в деле Котова. И судебное следствие шло совсем по-другому, как в деле Котова. Но изначальная порочность конструкции этой статьи предопределяет зыбкость любого обвинительного приговора. И суд понимал, что назначение реального срока по делу Галямины после определения конституционного суда по делу Котовой вызовет небывалый резонанс. Плюс ко всему тот резонанс, который вызвал сам факт привлечения Юлии Галямины к уголовной ответственности по этой статье. 212.1. Кажется, что это просто сухие цифры. Но за ними стоят человеческие жизни. Жизни, которые из-за этих цифр круто переменились или даже были сломаны. Вернее, конечно, не из-за цифр, а из-за людей, которые возбудили уголовные дела по статье 212.1. В деле полтома, наверное, это обращение письма в поддержку, петиции, воззвания. То есть давление общественности было очень большим. И в этих условиях назначение реального срока, ну, конечно, наша власть, она ничего не боится, считаем мы. Но вот этот резонанс, я полагаю, сыграл свою роль. Отрадно, что это 2 года условно, печально, прискорбно, что это обвинительный приговор. И естественно, несмотря ни на что, мы будем это дело обжаловать дальше и будем бороться за отмену приговора и в итоге за исключение статьи для криминализации 212.1 в полном объеме. Мне кажется, что у судебной власти, хорошо, или у политиков, есть какая-то мода на статьи. Есть, кстати говоря, мода региональная. Ну, помните Болотное дело 2012 год, 2013. В основном 318 статья сопротивления представителям власти. Московские процессы ведь тоже не было особенно 212, кроме Котова. Все-таки 318 сопротивления власти была мода в свое время, совсем недавно еще на репостников. А экстремизм? А экстремизм как хорошо шел? Есть мода региональная. Ну, вот посмотрите, в Чечне все противники Кадырова, они все в судом террористы. Практически все как один. Уж казалось бы, сколько ваххабитов по горам гоняли, а их все больше и больше. Надо же! Понятно, что это политическая статья для Северного Кавказа. Сейчас списк сезона 212. Вот уже два года. Наверное, что-то... Вот вы сейчас декриминализируете, дай бог, 212-ю. Святое место пусто не бывает. Декриминализировать статью 212 это программа максимум, и сейчас мы ее, к сожалению, не декриминализируем. А то, что мода, это стремление напугать остальных участников процесса. Но, обращаю внимание, если одновременно с делом Галяминой в суд было направлено дело активиста из колонны Егорова, слава Егорова, заседание, то в Хабаровске дело, возбужденное по 212.1, было прекращено. То есть пока эта московская мода сосредоточена в Москве и Московской области, и мы очень боялись, что волна 212.1 захлестнет Хабаровск участников хабаровских протестов, но пока мы там не видим ни одного дела, которое расследуется в полном объеме, как в Москве. Есть ли разница между политическими делами и политически мотивированными? Ну, вот, например, старое дело, условно говоря, Михаила Ходорковского, или вот дело Навального по Ифраше, ну там же 159, это же мошенничество, ничего же нет, или растрата, 160, но мы же понимаем с вами, что это политические дела, вы какую-то делаете разницу для себя? Методика работы по этим делам, методика работы защиты, в принципе, такая же, как по простым уголовным делам, другое дело, что политические мотивированные дела, это резонансные дела, они привлекают внимание общественности, и, скажем, привлечение внимания общественности, поддержка общественности, она играет в таких делах существенную роль. Ну, и, естественно, понимаем, что по политически мотивированному делу добиться оправдательного приговора или прекращения практически из области фантастики, но, тем не менее, Хабаровск, показательный пример, прекращено уголовное дело. Тогда, может быть, не защищаться в суде, мы часто же представляем себя на скамье подсудимых, потому что в России, понятно, страна такая, что каждый может оказаться, может быть, тогда использовать просто суд как инструмент для политических выступлений, для прокламации, и тогда, может быть, адвокаты особо не нужны, и раз все равно сядем. Я бы не относился так пессимистично к нашей участи, все равно сядем. Да, политические активисты используют судебную трибуну именно для политических прокламаций. Да, Галявину пытались прервать, судья пытался прервать, когда она выступала именно как политик в суде. Это их право, и это их работа выступать как политики в своих процессах. Наша работа как адвокатов указывать на те вопиющие ошибки, на те вопиющие нарушения законодательства, которые допустило следствие в ходе своей работы, на те ошибки прокуратуры, и требовать правосудного приговора, и требовать оправдания в тех случаях, когда ситуация по делу позволяет это сделать. А по политически мотивированным процессам, как правило, всегда мы требуем именно оправдания, потому что человек привлекается к уголовной ответственности по политическим мотивам, хотя вину ему ставится чисто уголовное преступление, мошенничество или иное. Состав общеуголовный, тем не менее, это видно с первых страниц дела. Люди, которые хотя бы одной ногой вступили в увлекательнейший судебный мир, рано или поздно слышат знаменитую фразу «не зли судью», которая меня ужасно раздражает. Мне кажется, зли судью, не зли судью приговор обычно уже написан. То есть правило поведения в суде, если человек идет по политическому делу или по политически мотивированному делу, добрый совет не зли судью работает? Что значит не зли судью? Если человек отстаивает свое право как участника процесса, это не называется зли судью. Если человек добывается рассмотрение дела в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, это не называется зли судью. Это защита своих прав. Вступать в судью и в пререкание, да, это я считаю не вполне разумно и не вполне логично. Здесь как раз роль адвоката в том, чтобы помочь своему доверителю правильно выстроить тактику защиты и объяснить ему логику судебного процесса. Вступить самому в защиту его прав, если эти права нарушает судья. И это не злить судью, это отстаивать свое право. Вести себя достойно в суде это задача не самая простая для человека, который первый раз попадает в зал суда в качестве подсудимого. И да, у него может быть такое настолько неадекватное восприятие действительности, что злит судью и своих адвокатов может злить и прокурора, но мы стараемся именно здесь быть модератором поведения, чтобы с одной стороны не ограничивать своего доверителя в выборе средств защиты своих прав и своей позиции, а с другой стороны вести процесс конструктивно и стараться донести и до суда, и до слушателей дела подлинные причины этого процесса, подлинные настоящие зияющие дыры, которые существуют всегда в любом политическом процессе и показать как и в чем нарушены права нашего доверить? Очень часто случается так, что человек политически осужденный, который получил приговор незаслуженный, без вины, который отсидел, что называется хорошо сидел, достойно сидел, выходя, не находят своего места в мире и часто разочаровывают широкую публику. Так бывает. у вас были разочарования в ваших подзащитных? Пожалуй, что нет. Интересно, позиции судей бывают в этом плане. Скажем, в административных, в апелляции, в административных, в административных делах на массовых задержаниях прошлого, по-моему, года судья ставила в пример Галямину. Вот в какой ситуации. До этого мы слушали мою апелляцию по Галямине и саму Юлию Галямину, которая очень ярко и пламенно в апелляционном суде заявила свою политическую позицию. А после него у меня был десяток, по-моему, административных дел молодых людей, которые говорили о том, что они случайно оказались в этом месте и случайно были задержаны. И да, действительно, в событиях на Трубной площади, в событиях лет прошлого года попало очень много людей случайных, которые проходили мимо. Судья ставила всем премьер Галямина, говорил, ну вот вы говорите, вы не участвовали, у вас силы, смелости, мужества не хватает признать то, что вы делали. Вот Галямина перед вами выступала, вот она ярко, четко свою позицию заявила. Довольно необычная позиция судьи, которая разочарована тем, что лица, привлекаемые к административной ответственности, не признают своей вины. Впрочем, это не влияло на ее решение. Да в том-то все дело, что если люди заявляют в суде, что мы проходили, шли мимо случайно, нас здесь задержали, и если они заявляют свою политическую позицию, в общем, это только вопрос в текущую секунду самоуважения, но мне кажется, это еще и важная вещь для дальнейшего, для оспаривания, например, в ЕСПЧ. Субтитры подогнал «Симон» Мы, естественно, разъясняем нашим доверителям в этой ситуации, в отделении полиции, если мы часто присутствуем при составлении протоколов поддержания в суде первой инстанции, в инфляционной инстанции, о том, какие последствия для них будут, если они займут ту или иную позицию. Мы не формируем их позицию, мы им разъясняем те векторы, те направления, те возможности, которые существуют для них. позицию выбирают они сами. Те, кто готов идти до ЕСПЧ и кто убежден в своей позиции, те, в общем, эту позицию и выбирают. Но ведь политики и политические активисты это люди очень разных, часто диаметрально противоположных убеждений. А как у вас с этим? Вы действительно, вы же защищаете людей очень разных взглядов. А если вы не согласны категорически с этими взглядами, ну, каково это быть адвокатом человека, чьи взгляды вы не разделяете? Прошлым летом у меня было до сотни, наверное, в чате таких лиц. Ну, а в суде, наверное, человек 20 или 30 из них я защищал по административному судопроизводству. это люди, которые были задержаны 22 июня, когда они шли возлагать цветы в могиле неизвестного солдата и в памятник в жопу. Верни стране свободу! Выди на улицу! Верни стране свободу! И подбор убителям всех планиров! Против чипизации! Против вакцинации! Соберя в тюрьму! Соберя в тюрьму! Путина на мыло! Путина на мыло! Путина Против вакцинации! Против вакцинации! Что это происходит? Вакцина! По глазам! Вы все равно перейдете на нашу сторону! Это произойдет! Ничего уже не изменить! Шел конец! Вот уж это была интересная публика. Это были вакцинации коммунисты, родноверы, священнослужители. То есть это была настолько пестрая солянка, причем практически все они впервые приняли участие в такой массовой акции. Это было довольно сложно наладить с ними коммуникации и объяснить им, во-первых, в какую ситуацию они попали, почему они попали, что им нужно делать. и защищал я их не за их убеждения, а защищал их, как людей, чьи права самым попиющим образом были нарушены. Не вдаваясь в обсуждение их идеологической мотивировки, что их подвигло выйти в это шествие, каких взглядов они придерживаются, единственное, что это интересовало судей, потому что судьи привыкли работать совершенно определенным контингентом протестного движения. Всем известным и всем понятно. Здесь для них состоялся совершенно новый пласт людей, которые вышли не на протест, фактически на протестную акцию, но протестную акцию, которая выглядела в полнении вин, возложения цветов. Судья выясняла у них у всех, а что, какие были у вас мотивы. Буквально, наверное, полчаса, это много в административном процессе, она потратила времени, чтобы выяснить мотивы молодого священника православного, что его заставило выйти на улицу и как он оценивает эту акцию, какие последствия нравственные для него это повлечет. Это было безумно интересно ей, безумно интересно мне, слушать его позицию, его оценку именно с точки зрения христианской морали. Но, опять-таки, я здесь защищал его не как священника и не как верующего человека, а как гражданина, чьи права были нарушены. А почему судьи так держатся за свою работу? Что в ней такого? Тяжелая, может быть, не очень интересная, однообразная, куча бумажек, давление, унижение довольно часто, когда тебе звонят и требуют, когда позоришься перед всем миром, вынося, в общем, странные приговоры. Что такого? Потерять работу. Чего они так за нее цепляются? На самом деле интересная работа для человека, который идет в судье, представляя себе, что он будет действовать в интересах закона, в интересах людей. Это действительно, в общем, призвание. Таких судей мало, но я встречал им. Для меня это было откровением. После одного из судебных процессов я разговаривался с молодой женщиной, судьей, для которой юридическое образование было вторым, первое у нее было высшее техническое, которое осознанно пошло в суде, которое говорило, что да, ей, наверное, придется уйти из... Да, почему мы с ней разговаривали, дело было о защите прав потребителей, речь шла о некачественном ремонте автомобильного двигателя, она проявила недюжинный интерес и познание именно в этой механике. После процесса я, естественно, задал вопрос, откуда у вас вот это? Она рассказала о том, что закончила профильный технический вуз, сказала, что ей, наверное, придется уйти из судей, потому что ей очень тяжело работать в ситуации, когда ей диктуют те или иные... необходимость принятия тех или иных решений, что она не может в такой атмосфере работать. Это было еще до политических, до массовых политических процессов. Вот такие судьи есть, такие судьи действительно работают и помимо, конечно, тех материальных благ, зарплаты, пенсии, трехмиллионного выходного пособия, есть люди, которые работают действительно считая, что они выполняют свой долг. Они так по-своему видят свое призвание. Но их, к сожалению, не так много. 1 февраля некто, Петр Петрович Петров, становится президентом России и говорит, Михаил, поручаю вам реформировать судебную систему Российской Федерации. Даю вам три дня. Ну, извините. Что самое главное? Что самое главное вы успеете сделать за это время, пока Петр Петрович не передумал? Обеспечение независимости судей от председателей судов, обеспечение независимости работы судов сверху донизу. Это первое, что необходимо в судебной системе. Это полная независимость при принятии решений. Я доводилось работать в судах с разными судьями. Я видел, насколько много среди них умных, хорошо понимающих, чувствующих процесс людей. Ну, идеально, конечно, был бы пример Франции, когда в один момент, как говорят, были уволены вся старая судейская гвардия и судьями были назначены выпускники. Но это немножко анекдот. Это немножко анекдот все-таки. Там все-таки Дегольт делал чуть по-другому. Да, но было похоже на так. К сожалению, это действительно не тот путь, по которому можно будет идти, но реорганизация механизма внутри судейского сообщества необходима. И это можно успеть сделать за три дня. А люстрация среди судейского корпуса, потому что политические дела, люди, которые выносили приговоры по политическим делам или политически мотивированным делам, они что, они, получив независимость, останутся нормально работать? Это самый сложный и самый тяжелый вопрос. Принцип люстрации, механизм люстрации. Я полагаю, что люди, которые постоянно выносили неправосудные приговоры, им будет тяжело, практически невозможно работать в обновленном судейском корпусе. Какой механизм для этого будет задействован? Каким образом очистить судебную систему, я не готов ответить вот так вот сходу моментально. Я постоянно думаю над этим вопросом. Я вижу в судебных процессах иногда проглядывает страх судей перед вот этим требованием люстрации. Иногда они даже в открытую могут говорить об этом, вы же требуете нашей люстрации, вы же нас всех собираетесь уволить, если к власти придете. Это страх существующий, реальный для них страх. Дорогой Петр Петрович, обратите внимание на адвоката Михаила Бирюкова. Дело говорит. Спасибо! Спасибо вам, Ольга! Спасибо, Михаил! Подпис Voyager подавled! Михаил Бирюков's Подписующий, Program Михаил! Продолжение следует...